Посмотрите, там у меня где-то осталась фотография, которую я хотел вам показать. Вот она. Значит, бывают чудеса? Бывают. Полное стопроцентное выпадение памяти. У меня это случается иногда. Вот это вишня. Вишня очень, судя по кошкам, крупная. Может быть, дюк. В памяти осталось слово дюк. Я не помню ничего. Вот она. Вот почему здесь дырочка. Вот в таком виде же их никто вроде не продает. Да? Память молчит. 10-13. Вот видите. Что мне с ней делать? Мне 75-й год. Я больше не хочу садить их. Вот. Открываю торг. 300 рублей. Кто больше? Как попало, не знаю. Тут их, знаете, как, если по моей по 20 этих рублей продавать, их просто взять и продавать. Ну, как, выдумать ему, как у нас принято. Биографию я не хочу. Тогда тут много тысяч. Вот. Их много. Если по 20 рублей. Открываю торг. 300. Кто-то скажет, хочу за 300. Кто-то скажет, 400. В общем, типа аукциона. Я хочу, чтобы вы их порастили, посмотрели. Я не знаю, почему. Вся моя жизнь – это одна страшная сказка. Сказка в хорошем смысле. Сказка невидея. Сказка ложь. За мне намек. Вот. Пожалуйста, вот они на экране. Видите? Что? Откуда? Почему? Что это за бирка? Ничего не знаю. Я вижу, что крупные отборные косточки. Скорее всего, это дюк. Ну, так внутренний голос подсказывает. Как она у меня оказалась? Она лежит в холодильнике. У меня две вещи лежат. Это как в машине лежит этот самый баллон большой. Монтажная пена. Всех спросил, чья пена? Не знаю. И я не знаю. Вот. И вот это пример. А память молчит. И вот что это такое? Кому 300 рублей не жалко, то мы и вышли. Ну, естественно, помните, минимальный заказ – тысяча. К ней ещё что-то закажите, и будет тысяча. Так. Вот это я и сказал. А дальше мы теперь работаем только с вебинаром. Всё. Поехали. Ой-ой-ой-ой. Перестал нас посещать. Ребрик. Я понимаю, может, некогда. Старше меня. Так. Поехали. Данила Абакан. Привет. Жамалдинов. Ну, Николаев. Ну, удивил. Ну, спасибо. Каким удовольствием я твою лекцию слушал. Ну, это просто чудо. Вот он народный садовод. Нам бы таких с тысячи, мы бы всё равно бы перелопатили. Переделали. Спасибо, Николай, за это. За фильм. Колесникова. Доброго времени. Вот. Вадим. Всем доброго вечера. Брат. Здравствуйте. Олег Ижевский. Добрый день. Елена Ужуова. Елена Ужуова. Добрый вечер. Подскажите, когда лучше переставьте прикос на постоянное место, посаженные куски в эту весну. Один большой, хороший, два маленьких. Зашли намного позже. Заранее благодарю. Значит, если мешают друг другу, большой оставьте навсегда на месте. Желательно, по крайней мере. Вот. Обычно садят там, где лучше бы не садить. Когда тень, это такое плохо. Я ещё один фильм снял и проклинал эту тень. Помните? Груша попала под огромный абрикос под жардель. Вот. И болеет. А если бы вот эту фотографию просто взять и послать на эти самые, получит тот, кто послёт. Вот. Но я не могу, только мило, железо примелькалось. Кто-то бы послал, он бы получил советов выкупить полмагазина. Вот. Сами понимаете, всё. С этими самыми. С ядохимикатами, с подкормками. Ооо. И тогда бы вылечил. Нет, пока это абрикосный адневновес никогда не вылечишь. Залейся. Ну, почему, этого никто не знает. Так, что бы я сейчас пропищала. Сейчас я быстро гляну. Что подпищала. Завтра подсоберу груши и яблоки. Завтра поеду работать. Только прослушал все сообщения. Спал после ночной. Спросу не забыл. А, ну, всё, 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 всё. Это знаете, что? Это Сергей я сразу не увидел. Значит, мой лучший ученик Сергей Живидов пишет. Подсоберу груши и яблоки. Дело в том, что эти самые... Имеется в виду, что груши уссурийские яблоки с сибирки. Значит, понятно. Вот. Это заготовка этих самых... Заготовка будущих подвоев. Вот. Если бы вы знали, сколько труда надо вложить, чтобы настоящий саженец вырасти. Вот повод поговорить. Вот его сообщение. Вот оно. Видите? Ничего не выдумываю. Вот. Какой труд дикий за этим стоит. Чтобы кто-то думает, что если он тысячу или полторы, или за персик две тысячи взял, и он стал богаче на две тысячи. Вот. На две тысячи. Вот. Уж я это знаю, что это такое. Господи. Вот. Сколько труда, дичайшего труда. Настоящий питомник. А как обидно, когда дерево... После того, когда мы обрежем его, режем, режем, режем на черенки. Релизов запрещает резать, а сам режет. Вот. Разберитесь вы в конце концов. Для чего мы режем-то? Эх. Наболело, друзья. Вот. А те по 100-200 рублей продают. А вы ж купите, думая, что 100-200 рублей. Как дешево-то. А если тот, кто эти 100-200 рублей с вас берет, сам купил по 50 рублей, не вкладывал в это ни копеечки, ни копеечки. Только пересылка. С юга. Опять наболело. Так. В общем, вы поняли. Один абрикос на месте растет. Два. Можно пересаживать. Ну, пересаживайте весной. Отвечаю. Когда пересаживать? Весной. Но как можно раньше. И холмик подготовьте заранее. Вот. Так. Гречихина. Добрый вечер. Всем. Вадим. Добрый вечер. Где-то. Ага. Уржумова. Началась трансляция или еще нет? Ага. Ну. Надеюсь, вы увидели трансляцию. Салат. Добрый вечер. Господи. Знакомая фамилия. У меня памяти нет. Вы знаете. Я больше всего ценю. Вот. Тех, кто живет. Вот есть настоящие садоводы. Ой. Я познакомился с одним другим дагестанцем. Как я их уважаю. Господи. Какие они настоящие. Вот. Также башкиры. Это же привожденные башкиры. Татары. Это привожденные садоводы. У них в руках все расцветает. Ладно. Что я перешел на эту. Чуть ли не на политику. Наоборот. Дружба народов. Как его крайне уважаю. Татары уважаю. Башкирова уважаю. Русских уважаю. Петров. Вечер. Валерий Курсинович. Добрый вечер. Подскажите. Был ли у вас. С разведением облепихи. Почитал очень полезная ягода. Оттероскорозия. Но кто-то высохло у меня. Дело в том, что она не везде растет. А где она хочет расти. От нее невозможно избавиться. Невозможно. В диком виде. Огромное выражение. Я не знаю, где вы живете. У нас смотришь это. По трассе Абаканская ездит. Господи, сколько этого дара. А знаете почему? Ее беда заключается в следующем. Ее у нас садили. Где-то 30 лет назад прозвучало. Это виновата. СМИ. Вот. А подхватили уже даже не ученые. А подхватили бюрократы, чиновники. Аблепиха, если мы сейчас быстренько разведем, а не у этих обывателей, у любителей садоводов, она всегда была. Ну, что с ней делать? Она же невкусная. Она только на это. Только на варенье еще более-менее. И то, как именно, как польза. Не вкус, а польза. Для организма. Ну, и как инвекционное все. Вот. И... И вдруг, бах! На всю страну. Колхозам далось задание. А у нас так принято. Знаете, вот так. Вот я у ИСХ. Кого-то крышу поехала. Колхозам далось задание посадить сады. У нас посадили огромный сад. Где-то в районе... Я им любовался. Где-то в районе... Первомайская, по-моему, да, деревня? Или колхоз Первомайский. А огромный участок на много гектарах. Вот. Там она и сдохла. И вот заметьте, когда она там сдохла... Ну, это перестройка, отсутствие финансирования. Кто бы за ней ухаживает? Кому она нужна? Ведь на тот момент прозвучало, что если с ними делать масло, то тогда это масло будет лечить опухоли. Кокологию. Было? Было. Вот. К тому времени, когда облепиху кто-то начал производить, а кто-то забросил, про то, что она лечит опухоль, вы просто забыли всё. Многие из вас сейчас скажут, а мы знаем об этом. Нет. Или где-то мы стыскаем ухо. Но никто палец не ударяет, чтобы иметь свои несколько деревьев. Так? Чтобы с неё регулярно собирать плоды, делать с неё заготовки, и узнать, что в этой семье не обязательно же масло. Да, масло. Масло это как концентрат. Но ведь если регулярно употребляет, то, наверное, она служит профилактикой не только масла, но и просто ягода. Иначе быть не может. Ну и чё? Мода прошла, всё забыто. Та же, как мода на билеты женские, как я говорил. Вот, надеюсь, мода на травы, что она тоже пройдёт. Так вот. И так, когда этот же колхоз, всё было, это всё было уничтожено, она просто сдохла на колхозных полях. Вот. Пока была жива, семена пошли под, это, вот, таки не было, по степи. И везде, где удавалось зацепиться, чуть-чуть меньше ветра, где семечка вдруг порастала, и сейчас, пожалуйста, кто-то живёт в Абакане, ему, а она никому не надо. Люди пробовали торговать, так же собирали её, и пробовали торговать на рынке. А она не надо. Люди забыли, что она может служить профилактикой. А почему нет? Её можно высушить, не знаю, можно ли высушить. Можно заморозить на всю зиму. Можно, как я помню, ещё в Норильске, мы, это, в Кабарде собирали, а в Норильске мы делали, То есть там же её, варенье делали, а в Норильске ели варенье. Габельс, конечно. Но мы уже тогда знали, что лечит опухоль. Вот. И получается, что, вы пишите, этот, Артёмий, прочитал полезные ягоды. Понятно? Ещё и про это я уже скоро, теперь я буду знать. Помните, вот, давно я вот, откуда я сказал, вот, мой отвертский зал, вот, мой железнод. Вот. Так вот, ещё раз, значит, вырастить, очень легко вырастить. Вот. Я когда вырастил, были мужские, женские эти самые, самые, вырастил. Среди несколько лет я её уничтожу, мне им надо было другое место. Я также потерял к ней интерес. Вот. Да не до неё было. А вам я могу сказать, пробуйте. Для начала надо попробовать. В одних местах растёт, так что потом от неё не избавитесь. Она нравится, подземляет, даже как яблони, даже как с селевой, видишь, вот так вот. Вот так посадите, не избавьтесь от неё. В других местах дохнет, и всё. Но вот этих подробностей я не знаю. Есть литературу, изучайте. Ольга из Москвы. Здравствуйте. Снегирёв, Тверская. Всем мира, добра. Семён Алтай. Привет, коллеги. Для меня алтайцы, это родные люди. Вот, знаете, вот я всегда, заметили, как в сторону отхожу. Заметили, нет? Представьте себе, как раньше писали. Советский Кривен, помню. Вот. Ну, Россия, это само собой. Дальше. Сибирь, запятая, Алтай. Отдельно. Смотрите, Сибирь и Алтай. Или Сибирь, запятая, Алтай. Почему выделили, не знаю. Там есть сады, лучшие сорта пшеницы, там предгория, там прекрасные сады, могут быть. Да, Семён? Ладно, идём дальше. Ольга, пропала трансляция, выгалка. Так, ну, а посмотрите, какие он на свете ставил. Посмотрите, какой, какой у неё юмор. Трансляция возобновилась, снова прервалась, насыщение ментора или телегония. Вот. Это уже, как сказать, это ёрничание, кажется. Кострома. У всех пропадает трансляция. Так, Ольга, росли, одичали, это только в случае взаимодействия под двой прямой. Так, Ольга, что касается, о чём речь? Так, я уже ответил. И росли, и одичали, и, возможно, опыление. Вот. Ой, а тут, оказывается, многие это и не слышали, много чего пропустили. Нарутубе идёт, мне идёт, безумно забарахлю. Ай, жалко. Так, идём дальше. Деревесные растения, пишет Александр. Осень, осень древняя, и у них наследуем в генотипе широчайший набор генотипов. Господи, Александр, какой вы умный, гработный. Итак, широчайший набор генотипов. И так как питание идёт от подвоя, то генотипы играют наиболее близки ему. Если перевести на образ в однолетних культуры, настолько у древесных магазинов с огромным количеством патронов. Так. Привожу примерные практики. Если бы услышал, то неповеримо. Купил на рынке шикарнейший чернослев, съел, котики посева, ждал каждую сливу по среднему по качеству и очень удивился, когда СН, не сказано удивился, когда СН седали неплохие качества, нужна в деле. Вот так. Какой подвой, такой плод. А, Ваулин. Так. Александр, Александр. А, вы цитировали Ваулина, что ли? Так получается? Ну, тогда все равно, это только один случай. Привели один случай, одна куточка. Это достаточно для одного случая, но это мало для того, чтобы разобраться с этим. Я всегда беру шире, шире, ширше. Почему? Потому что результаты каждый раз другой. Я еще расскажу. Кикнативная гибридизация, она должна была быть признана, если бы передалась потомстве. Потомстве. То есть, вот новое качество, привил, получил, такое чудо. а потомство. А оно потомство другое совсем. Но тут опять те же самые факторы. То ли телегония, то ли прямое опыление, то ли этот самый помог кто-то там этот самый извините соседнее дерево со своими этими генами опылило. Понимаете? И вот получается так. Вроде бы посмотрите на мой сад или там Латинкова. Это же чудеса. А мы же не говорим, что это мы сорт вывели. Самое интересное, я не могу передать на сортоиспытания ради будущих этих самых наград или там как сертификатов передать сорта, потому что вырастет неизвестно что. И правильно все неизвестно что. Они же семечки посадят, ценикотики посадят, скажут, утина в голову морочить. Ну, тут правда другое сказать. Оплатите и получите бумажку. А с этой бумажкой можно торговать этим сортом. А он опять изменился. Вот это вот такая современная современная как бы действительность, такая противоречивая, парадоксальная. И не получишь то, что ты хочешь, и радоваться этому надо. и весь мир садовый это сплошные загадки, это сплошные отгадки, это невероятное достижение. И жить в этом мире так же, как невозможно. Ну, не можете вы детей заказать себе с определенными качествами. Ну, не можете, даже если обратитесь в банк со спермой. Вот. Изучите предполагаемого отца, если говорите про женщину, какой он будет. Все равно вырастет не то. Я имею ввиду непохожий ребенок. Так и тут все так же. Вот. Ну, в этом волшебство. А здесь, ну, пожалуйста, здесь, значит, ну, что получилось. Ну, один пример. Ну, и что? Ну, жердель, ну, и что? Так, идем дальше. Ирина Дуб, Татарстан. Когда лучше пересадить абрикосы на посаду в этом году? Осенью или весной? Весною. Вот. Весною. Я уже старался рассказал, почему в данном случае факт. Весною. Ольга, сегодня показывали по, 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 сегодня по неспоростности. А, я показывал по неспоростности, да. То есть, деревья погибли, они были спирены, но, так как абрикос уничтожили, чередеское лето, он опять будет такой, какой был, ну, не чередеское лето, через 10-5 лет он будет опять восстановиться. И убить его невозможно. У меня сухой край, вот, пусть сейчас идут дожди, но они уже не убьют его, вот, все-таки это еще не смертельные дожди, вот, и каждый год теперь они будут нарастать, если я снова не буду, теперь другая головная боль. Каждый год резать, 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 все, что нарастает. Ох, могучая вещь эти мои абрикосы. Ой, вот это да. А кто-то, ой, абрикос погиб. Да не погиб, а сгнил. Так. Семен, Алтай, Алтай, трансляция подвисала, да, Елена зашла, слава Богу, Елена дуб в прошлый раз не смогла зайти через ВК. У меня не взошли вишни, сливу подожду, не буду трогать грязку, можно сливу подождуть. Сливу, скорее всего, взойдут, вишни не знаю. Сливу даже взойти, если мы их не съели. Кружевого из облепихи отличный сок можно делать, прокрутить на мясорубке или блендером плюс сахар по вкусу, разъедить бутылки в морозильник, достаете по всей баньке, разводишь в воде, пьёшь, кусочек и полезно. Ну, если ещё добавить их в самогонку, тоже неплохо, да, по всей баньке. Но я пошутил. Вот. Семён пишет, мы из облепихи делаем варенье и компот, сорта облепихи есть довольно сладкие. Обидно другое, что если человек задаёт вопрос, то у него получается нет облепихи. Понимаете? Ну, ещё раз, пока не посадите, вы не узнаете ваше место. Ведь невозможно с ней справиться, если она должна здесь расти. Только не забывайте, что есть женские, мужские, а то можно никогда не дождаться урожая. Ну, что, мы закончили разговор? Наказать семена в каталоге железа. Вот, зелёненькое, сине-зелёное. Видели, да? Заказывайте. Вот. Мне это всё обходится в копеечку. Разделите мои расходы хотя бы, купив саженцы. Ой, саженцы. А, саженцы тоже у Сергея. У Юли можете купить. Я, хорошо, что я, нет, плохо, что я. Плохо, плохо, плохо. Сейчас, может быть, я найду до того места. Это мы будем проходить, проходить, проходить. Сейчас ещё в другом месте Юлю найду. Вот, вот мое поколение. Вот. Вот это настоящий будет садовод. Вот, вот, вот. Смотрите, значит, к Юле зачем? Это всё, вот, вот это всё, другого нет. Это несколько саженцев, десяток, допустим, саженцев, бальжурский орех. Ещё раз, цинейшая вещь на свете, если разобраться, к нему внушили отвращение и неприязнь к тому, что рядом с ним не растут растения. У меня ещё как растут. Это её сенцы персика Хасанского. Ну, она ещё как сказала, ну, этот снимок, они ещё дальше растут, поэтому она так, значит, вот будет поменьше, за тысячу продам, будет побольше. Вот видите, уже год за два идёт, он уже кустом растёт. Удобная вещь, когда кустом, тогда получается, что, я попробую за полторы, ну, не правда, за полторы, снизить цену, а кому-то повезёт и за полторы. Вот. Дальше, что у неё ещё есть? У неё ещё есть вот эта шелковица, так, значит, да, мелкие, да, они, я вначале говорил, пусть ещё год порастут, они будут мощные, там, по колено, по пояс, вот тогда продашь по тысяче, но дело в том, что они сейчас, через месяц будут вполне транспортабельны и с хорошими корнями, но не по 500 рублей, а та же тысяча, потому что невыгодно, а у девчонки денег нет совсем, и инвалидность не дают, и работать нигде не берут, ну, вот так, а дальше что? А всё, а живи как хочешь, вот, живи как хочешь, у нас и принято. Вот это я хотел сказать, и ещё у неё есть немножко, совсем несколько саженцев смородины, несколько саженцев крыжовника, и всё, пожалуй. Ну, пусть тех, несколько тех, абрикоса сельцев заказывайте, вот, только вот этот телефон, я забыл сказать, сейчас я вернусь сюда, сейчас я вернусь, видите, как мало мы успели за два часа поговорить, сейчас, я ещё её фотографию, вот это вот мельникова поэтому телефону только не надо деньги посылать вот только разговаривать мы все так поговорили мне доверия все равно больше как-то умудриться за 40 лет никого не обмануть поэтому если чё высылайте деньги на меня мой телефон вы знаете вот все знают 8 960 776 8672 и не сейчас деньги а только когда вы с ней договоритесь что она жива-здорова что в очередной раз не в больнице что она готова сегодня дать добро вы высылаете деньги пусть на железо вот она он тут же на другой день готовит посылку значит ориентироваться время 1 сентября плюс-минус неделя а это будет зависеть от погоды надо чтобы сбросили или почти сбросили листву все выдал все что хотел друзья мои благодарю за внимание я думаю что если вы разошлете хотя бы друзьям мы потеряли сотни мы потеряли сотни зрителей участников потенциальных покупателей за счет перехода на рутуб это беда это удар поддых но что есть то есть помочь можно только рассылая друзьям этот же ролик вот этот поблагодарю за внимание пишу остановить трансляцию нажимаю